Здравствуйте, дорогие подписчики и гости нашего канала! С вами Алексей Горельков! Суп! Наконец-таки суп! Что по поводу супа? Вконтакте было голосование, думал, что приготовить? Выиграл сырный суп. Мы его уже, ребятоньки, записали. Он будет просто немного попозже, может недели через 2-2 с половиной. А то меня уже в комментариях начали обвинять, что ты Рокфор или как-то было из ЧПД. Короче говоря, только сыр, сыр, сыр. Немножечко отойдем. Отдохнем от сыра, потом вновь будет волна какая-нибудь такая сырных блюд. Поэтому я решил сегодня первым супом показать вам солянку. Что для меня солянка? Солянка, на мой взгляд, это суп именно с таким мужским характером. Не хочу обидеть женскую аудиторию, женскую нашу аудиторию, но все-таки, мне кажется, как-то все-таки он мужской. И в каком-то смысле ленивый. Что это значит? Если вы готовите солянку, то можно забыть про второе. Вы налили себе тарелочку этого супа замечательного, добавили сметанки, зелени. И, в принципе, наесться можно до вечера точно. Ну, на худой конец возьмите и еще тарелку съешьте. Уж тогда уж можно, наверное, вообще на сутки забыть про еду. Тем более, что сегодня я вам покажу наваристую, хорошую солянку. Ребята, так как я понимаю, когда я готовлю очень спорные блюда, которые каждый человек готовит по-разному. Кто-то, например, в солянку добавляет картошку, я не добавляю. Кто-то, например, не добавляет каперсов. То есть я все прекрасно понимаю, каждый готовит как может. Я показываю свой рецепт. И чтобы просто сделать так, чтобы не пригорало у многих, я просто оставлю это здесь. Я понимаю, что вдруг у вас, если какие-то ваши органы начнут полыхать, вот можно воспользоваться вот этим вот удобным девайсом. Я предлагаю приступить к приготовлению. И первое, с чего я хочу начать. Самое важное, 90% успешной солянки и любого супа. Это бульон. Я думаю, что вы со мной согласитесь. Какой бульон, такой и суп. Что за мясо я сегодня буду использовать? Я взял 350 грамм говядины на шее, на кости. Обязательно берите на кости. И свинины. Также такое же количество тоже на кости и тоже шея. Единственное, что я хочу вам посоветовать сделать. Так как можно, по идее, сейчас было все закинуть в кастрюлю, снимать пену с нее, потому что выходит всякое Г. Я, мы с Наташей, вернее, сходимся даже в этом по поводу того, что надо делать. Я взял небольшой сотейник, положил два кусочка мяса сюда, залил водой. И вот сейчас буквально закипит 3-4 минуты. Я сливаю, выливаю эту воду, промываю мясо. То есть оттуда уходят уже все эти кровавые штуки. В общем, короче, вот это все уродство, которое не хочется видеть на нормальном бульоне. И потом уже закидываем в кастрюлю. Что по вывариванию? Ну, сейчас я все расскажу. Давайте я сразу скажу. Вываривать бульон можно по-разному. Кто-то на это тратит 3 часа, я знаю. Кто-то там чуть ли не 5 часов, ты 3 часа, да, варишь? Говядину. Говядину, да? Я все-таки сделаю так, что где-то полтора час сорок буду варить. И, да все, сейчас все уже покажу, расскажу. Так что давайте все-таки приступим к приготовлению. У нас уже мясо почти доварилось. То есть прошло где-то минуты две. Ждем, пока займемся бульоном. Во-первых, я сегодня буду использовать 3 литра. То есть где-то у меня получится в итоге 4 литра супа. Для бульона, вот я считаю, это великий минимум, который должен быть. Самое главное, ребята, это мясо. По поводу моркови. Я буду использовать одну штуку. То есть порежу ее на 3 части. Оставляем вот так. Мы это закинем просто в бульон. А луковицу именно для бульона я рекомендую сделать так. Не пилить ее пополам. Просто делайте вот такой крестовой надрез. Чтобы лук свободно мог отдать свой сок. Смотрите, что мы делаем. Кастрюлька у нас, кастрюлька у нас уже, вода закипела. Я закидываю сюда морковку. И закидываю сюда лук. Дальше поехали. Что мы сделали? У нас вскипятилось в сотейнике мясо. Будет ужасная пена. Вот эти вот сгустки крови. Все это выливаем. Мясо промываем раза 2-3 водой. После этого я еще рекомендую воспользоваться вот такими вот бумажными полотенцами. Чтобы уже окончательно его протереть и немножечко подсушить. Дальше что мы делаем? Я использую 3 литра воды. Видим, смотрим, что она у нас закипела. Теперь забрасываем первый кусок мяса. Забрасываем второй кусок мяса. Добавляем по вкусу перца горошком. Не надо свежемолтое, это ни к чему. Просто для того, чтобы придать немного такой пикантный бульон. Я даже не могу назвать пикантностью. Просто он будет с таким небольшим прикусом перца. Мне это очень нравится. Момент, который я обязан вам сказать, это соль. Не нужно добавлять соль. Именно в рассольнике. Ну вообще, в принципе, когда бульон варится, это в самом конце происходит. Но так как мы делаем солянку. Солянка сама по себе это соленый суп. Поэтому обжарка, которую мы будем с вами готовить, будет соленая. Я считаю, что соль нужно уже перед самым окончательным вариантом посолить. Я об этом вам еще расскажу. По поводу варки бульона. Я буду варить все-таки, наверное, где-то часа 2. Ну а мы с вами встретимся через полтора часа. Сделаем специальную зажарочку из соленых огурчиков. Все, в общем, покажу, расскажу. Прошло 2 часа. Мы из бульона убрали лук. Он больше не понадобится. Некоторые его едят. Я его терпеть не могу. Морковку также убираем. Она дала нам нужный вкус бульону. Мясо пока пусть охлаждается. Ну а мы пока займемся обжаркой. Что для нее нам понадобится? В первую очередь это лук. Я буду использовать 2 небольшие луковицы. В вашем случае это может быть одна, но крупная. Порезать нужно будет как можно мельче. Мельче, мельче. Раскочегариваем сковородку на среднем огне и добавляем немного рафинированного масла. Ребята, на самом деле мне больше нравится это делать все на сливочном масле, но я, к сожалению, его не взял. Рафинированное масло тоже замечательно подойдет. И сюда, разумеется, мы закидываем лучок и обжариваем его где-то 5-6 минут. Пока лук обжаривается, мы займемся огурцами соленые. Я, конечно, предпочитаю брать домашние, но не всегда они есть. Поэтому я очень вам рекомендую брать где-нибудь на рынке, где можно попробовать, чтобы вы понимали, что они в общем посолены нормально. Бывает просто возьмешь, как будто свежесоленый огурец. Это не то. Нужен соленый, лучше бочковой. Его сейчас нужно нам с вами почистить. Кожура нам в этом деле не к чему, поэтому удобно это делать. Такая вот штука. Я даже, честно говоря, не знаю, как она называется. Овощечистка. Овощечистка мне подсказывает. Наталья. Мы сегодня с тобой, как это, я уж не знаю. Как Бонни и Клайд, что ли. Вау. Да. В общем, сейчас я подготовлю все огурцы. Давайте все-таки еще покажу, как его нарезать. Делать это все несложно. Я, конечно, не мастер нарезок. Я думаю, что вы все это заметили уже. Но это делается несложно. А тоже не нужно делать крупные куски. То есть, и вот так вот аккуратно нарезаем на такие вот кубики. Огурцы нарезанные добавляем также к луку. Вот так вот. Замечательно. Насы на они попались очень вкусные. Так что я еще раз повторюсь. Покупайте в проверенных местах, чтобы можно было попробовать. Все это мы перемешиваем. На этом этапе я очень рекомендую добавить где-то чайную ложку сахара. Может, даже немножко побольше. Сахар поможет сбалансировать вкус. Свежемолотый перец по вкусу. Добавляем немного воды. Как немного? Чтобы немножко это все вскрыть. Потому что нам важен принцип именно тушения. После этого увеличиваем мощность конфорки. Я поставлю чуть меньше большого. Закрываем крышкой. Пришло время рассказать про ингредиенты, которые я буду сейчас использовать. Потому что уделять этому отдельное время это бред. Значит, первое, что надо будет сделать, это взять сосиски. Я взял такие проверенного производителя. В общем, берите, чтобы были вкусные. А второе, это какие-то копченые колбаски. Их тоже нужно будет нарезать тоненько. Но не слишком мелко. То есть, я сделал это кругляшками. Я считаю, что это то, что нужно. Если сосиски, например, очень толстые, вы можете на 4 части поделить. Смотрите, можете взять охотничек. Главное, чтобы они были копченые. То есть, они немножечко островатые такие. Короче, их можно и так есть сырыми, мне кажется. А второй момент, то, что я сделал, это я нарезал мелко мясо. По поводу мяса. Оно замечательно. За 2 часа оно просто нежнейшее стало. Тоже маленькими кусочками порежьте. Дальше, что я буду использовать. Это черные маслины. Наверное, можно и зеленые. Но я считаю, что черные как-то правильнее. Хотя я понимаю, что их подкрашивают. Но дело не в этом. И вот этот экземпляр. Приготовьтесь. Тю-тю. Это каперсы. Наташа тоже, когда готовит, говорит, я не использую. А мне кажется, каперсы дают свой вкус. Сразу скажу. Нам понадобится где-то 2-3 столовые ложки. По поводу каперсов. Если вдруг вы не будете их использовать. Просто возьмите тогда 4-5 столовых ложек воды, где солились огурцы. То есть вот эта водичка. Ее добавьте туда просто туда. Но мне кажется, каперсы дают свою нотку. По еще приготовлению, что хотелось бы отметить. Вы до сих пор наверняка замечаете, что я не добавляю соль. Соль я буду добавлять в самый последний момент. Поймите, вот то, что у нас сейчас, где обжарочка происходит, оно тоже солноватое. Когда все это соединится, мы поймем тогда по вкусу, сколько нужно добавить соли. Некоторые, опять же, может быть это и правильно, но мне вот тоже пригорает, и я тоже использую этот агрегат, когда добавляют сметану прямо в кастрюлю. И некоторые, Наташа мне тоже сейчас поделилась темой, что некоторые добавляют и лимон сразу туда. Вы знаете, я думаю, что это неправильно. Я думаю, что это все должно происходить порционно. Так же, как и лучок я купил, это все порционно. То есть кто-то любит, кто-то нет. Надо же думать обо всех, не быть эгоистами. И еще один момент по поводу мяса. Вы знаете, ребята, я пару раз был в каких-то таких кафешках, ну, вроде как и несомнительных, но после того, как что они мне принесли, я понял, что, наверное, все-таки они сомнительные. Кусок мяса был, вот, то есть вот это все было в порядке, а вот куски мяса были здоровые. Не знаю, мне кажется, неправильно. Очень круто, когда ты берешь ложку, и когда на ложку у тебя смогут спокойно попасться и колбаска, и немножко супа, и там лучок попадается, и огурка. Все, короче говоря, в теме. Все сказал. Ждем, значит, обжарочку. Она у нас сейчас через 5 минут будет готова. Единственное, мы сейчас сюда добавляем томатную пасту. Понадобится 150 грамм томатной пасты, добавляем ее сюда. Все перемешиваем, добиваемся однородной консистенции. Ребята, смотрите, чтобы вода была. Если она у вас испаряется, то поддобавляйте, вернее. Но если вы будете закрывать крышкой, то все должно быть в полном порядке. После того, как вы все перемешали, ставим опять крышку. Огонь у нас средний. И забываем еще на 10, может быть, 12 минут. Ставим бульон на чуть выше среднего огонь. И добавляем сюда обжарочку. Добавляем мясо. Добавляем сосиски и колбасы. Колбаски, вернее. Добавляем каперсы с маринадом. Далее у нас идут маслины. Все перемешиваем между собой. Теперь лучше всего закрыть крышкой. Закрыть крышкой. Сейчас я это все сделаю. И пусть покипит минут 5. Уже чуть ниже среднего огонь сделайте. Через 5 минут нам нужно будет проверить на соль. Я, наверное, минут 5 сейчас сам залипал, смотрел эту вот подводочку, где мы... Подводочку. В общем, когда это подъезжает, все выглядит... Вот это, кстати, тоже подводочку подходит. Ребята, по поводу супа. Значит так, смотрите. После того, как я сделал последние движения, то есть это поставил его прокипятиться, он должен закипеть. И сразу же снимаем его. Я попробовал по соли. Я добавил буквально 1 столовую ложку. Обязательнейшим образом это регулируйте. Я думал, что добавлю 2-3, но видите, как получилось. По соли мне так нравится. Я не могу говорить четко, сколько нужно. Вы должны попробовать и понять. Может быть, кому-то будет немного кисловата, поэтому можете сбалансировать этот вкус именно с сахаром. Не рекомендую добавлять его много. Может быть, пол чайной ложки, не больше. Ну и, разумеется, после того, как оно у нас вскипело, убираем просто на какой-нибудь... Да просто, чтобы постояло. Закрываем крышкой. И это волшебство должно настояться хотя бы минут 20, 20-30. Мне кажется, что больше суп стоит, тем он вкуснее. Ладно, давайте. Что мы тут натворили с вами? Вы уже поняли, что я добавил немного сметанки, не очень жирной. Добавил лимона, потому что, мне кажется, лимон должен быть долька. Ну и, разумеется, свежий лучок. Предлагаю перестать балабольствовать и, наконец-таки, ощутить мощь мужской солянки. Естественно, по вкусу вы можете еще добавить свежемолотый перец. Погнали. Дорогие мои подписчики! Как чертовски я начал с вами разговаривать. Немножечко официоза. Хочу обратиться к мужской аудитории моего канала. Ребята, есть такое мнение, что суп должна готовить только женщина, ну или девушка. Я считаю, что это неправильно. Очень интересный процесс, завлекательный. Вы можете там нахимить что-нибудь туда, можно еще перчик добавить красного. Но, мне кажется, солянка, она должна выдавать остроту только за счет копченых колбасок и свежемолотого перца. Никакого переигрыша нет. То есть, например, если вы готовите борщ, там еще можно что-нибудь такого интересного острого добавить. Здесь острое не подходит. Уникальный суп. Я считаю, что вот у меня в топе, наверное, это борщ, солянка, это просто вау. Это нужно готовить. И готовьте обязательно с использованием двух разных видов мяса. То есть, я имею в виду, что это и свинина, это и говядина, и обязательно на кости. Кость дает вот этот вот нужный навар бульону. Но, повторюсь еще раз, 90% успеха солянки, это именно бульон. Также могу сказать, что, скорее всего, многие напишут, что да какая это солянка, картохи-то они закинули, это вообще суп с колбасами. Считайте так, ребята. Я не хочу с вами спорить, что... Огнетушитель есть. Да, есть огнетушитель. Я уже и забыл, что здесь стоит, как штатное место. Поэтому смотрите сами. Я вам показал рецепт. На мой взгляд, это именно солянка должна выглядеть так. Если вы что-то знаете больше, у вас, например, инсайдерская инфа есть какая-то по поводу того, как это действительно надо готовить, ну, писайте пару строк в комментариях, почитаю. Мне даже интересно, что напишут. Ну, стопудового будет каперсы не добавляют, и картошку добавляют, и еще что-нибудь, да? Лук прожаривают на чем-нибудь другом. Ладно, не буду я балабольствовать. По денежке получилось 750 рублей. Я вбил в стоимость каперсы, потому что пришлось купить, они у меня закончились. Я, правда, чуть-чуть использовал. Ну, дорогая зараза, но стоящая, стоящая 100%. И, кстати, есть такая тема, мы с Наташей сошлись. Вот, вы знаете, есть такие люди, не хочу никого, естественно, обидеть, но кто суп готовит, там, знаете, литр, два литра, полтора литра, да вы с ума сошли, четыре литра, вот, пожалуйста, четыре литра отборного хорошего супа, солянка. Повторюсь, это первое и второе. И причем очень такое грациозное. И последнее, что скажу, я знаю, я часто очень это говорю, но купите нормальные сосиски. Сосиски и колбаски. Именно с таким вот эффектом копчености. Можете охотничьи использовать, они тоже замечательно подойдут. Все, больше распинаться не буду, ничего. Как всегда, пишите в комментариях, какие супы вы бы еще хотели увидеть. По поводу борща знаю, сырный будет. Что там еще просили? Гаспачо. Харчо. Ну, харчо я выжидаю время, когда утухнет вот это вот все, вот тема на разных других каналах, чтобы показать вам, а то скажете, слезал с кого-то, идея. В общем, как обычно. Готовьте, радуйтесь себя и своих близких. Ну, а с вами был, как всегда, Алексей Гриньков. Подписываемся на наш канал на YouTube. Наташа, хватит. Подписываемся на лайв-канал. Ссылочка на группу ВКонтакте будет в описании. До вкусных встреч. Пока. Пока. Ну, пожалуйста, у тебя что ли пригорает? Как кошки надо было! Пока.